Советский Союз первым запустил спутник, первым отправил на орбиту человека, а на космос работали лучшие кадры со всего СССР. Достижения Советского Союза приписывает только себе. Соответственно, достижения Советского Союза – это и пилотируемая космонавтика, это и межпланетные космические станции, прежде всего по исследованию Венеры, Луны, которые были очень успешны в часы Советского Союза. Весь комплекс космических технологий был представлен в Советском Союзе, и это перешло по наследству в Россию. И на сегодняшний день часть из них поддерживается, часть из них деградировалась. После развала Союза Россия участвовала в ряде международных проектов. Кремль заявил об амбициозных планах обогнать и перегнать НАСА и Маска. Но российская аннексия Крыма и оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а потом и полномасштабное вторжение России в Украину, поставили под угрозу всю космическую отрасль России. Федерация вынуждена сворачивать проекты из-за западных санкций, ведь без сотрудничества с Европой и США их реализация практически невозможна. Отсутствие успехов на фронте вынуждают Путина искать хоть какие-то победы. Роскосмосу срочно нужно продемонстрировать перспективы, пишет Блумберг. После вторжения она, Россия, потеряла таких клиентов, как лондонский спутниковый оператор OneWeb Ltd и космическое агентство Южной Кореи, что лишило ее ценного источника иностранного финансирования. Европейское космическое агентство в прошлом году отказалось от Луны-25 и совместной миссии на Марс. Китай, который в 2021 году достиг предварительной договоренности с Россией о создании совместной исследовательской станции на Луне, стал называть это проектом под руководством Китая. Из публикации издания Bloomberg. Обещанная Путина миссия Луна-25, над которой работали десятилетиями, так и не состоялась. Теперь ее запуск планируется 11 августа. Возьмем, между прочим, межпланетные космические аппараты. Ведь после развала Советского Союза Россия ни одного космического аппарата так и не запустила. И сейчас, например, Луна-25, которая планируется в августе месяце запустить, для того, чтобы она осуществила мягкую посадку на Луне, это фактически лотерея. Они сами это признают. Им все пилотируемые космонавтики. Фактически это священная корова России, как она была при Советском Союзе. И ее потери, естественно, не будет допускаться. Пилотировать в космонавтике уделяется много внимания. Хотя, опять же, денег на это не хватает. В России практически нет частных компаний в сфере космонавтики. А потому Роскосмос отчаянно ищет клиентов в развивающихся странах. Малайзия, Лжири, ЮАР и Вьетнаме. Расходы России на гражданский космос не могут быть на том уровне, в котором бы они хотелось. И очень много средств следует сейчас строительство космодрома Восточный на Дальнем Востоке России, который должен быть альтернативой Байконура. А сейчас, тем более, когда экономика Российской Федерации начинает сужаться, это единственное, куда пока не прекращается поток денежных средств, это военный космос. Обусловлена деградация отрасли и отсутствие специалистов. Ведь отток кадров начался еще задолго до вторжения России в Украину. Оставшиеся в стране специалисты изолированы от мирового научного сообщества. Кроме того, все они находятся под пристальным контролем силовиков. Любое неосторожное слово или действие специалистов может быть поводом осудить их за госизмену. Тем более, неоднократно с высоких трибун в России звучали призывы возродить сталинскую систему научного рабства.